Больше двух недель весь Китай будет праздновать главный и самый длинный праздник в стране. По восточному календарю 28 января наступает год красного огненного петуха. Каждый Новый год в Китае встречают в разное время в зависимости от лунного цикла. В первое новолуние первого месяца года. Во Владивостоке этот китайский Новый год наступит в 10 часов утра по местному времени. Российский и китайский Новый год объединяет одна общая традиция. В честь такого события вся семья собирается вместе в доме родителей у большого праздничного стола. Такой совместный ужин называют ужином воссоединения. И если кто-то находится в отъезде, то в эти дни обязательно старается вернуться домой. Официальные выходные длятся неделю. В канун Нового года вокзалы и аэропорты Китая переполнены желающими вернуться домой на время празднования. За период так называемой внутренней миграции, которая будет продолжаться в течение 40 дней, в Китае совершат около 3 миллиардов поездок на всех видах транспорта. Чем ближе заветная дата, тем сложнее купить билет и добраться до места назначения. Улицы Пекина пустеют. С каждым днем все больше и больше магазинов и ресторанов закрывают свои двери. В торговых центрах, несмотря на привлекательные скидки и акции, не наблюдается привычного ажиотажа. Поделилась жительница Пекина Екатерина Мазур. Но некоторые все же остаются на большой праздник в уже ставшем родным Владивостоке. А жители города, в свою очередь, тоже не отказываются от еще одной встречи Нового года. И делают это по-особенному. Например, в школе-интернате для одаренных детей имени Дубинина прошел праздничный концерт. А в Китае уже начались традиционные празднования года Красного огненного петуха. В первый день здесь обязательно всей семьей сжигают бамбуковые палочки. Считается, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостнее пройдет год. Ведь жители Поднебесной уверены, что шум, смех и радость отгоняют от дома весь негатив, несчастье и горе. На столе обязательно много блюд, особенно мясных. Это и свинина, и вяленое мясо, и китайская колбаса, а также рыба. После ужина все обычно отправляются в гости. Дарить подарки на Чуньцзэ именно так называется Новый год по-китайски особо не принято. Но есть традиционные новогодние сувениры – карманные деньги в специальных красных конвертах «Я суй тянь», которые принято вручать детям. Соблюдая давние обычаи, деньги дарят любому ребенку, пришедшему в дом в первые 15 дней Нового года. Несколько дней подряд проводятся шумные народные гуляния и ярмарки, где исполняют танцы льва и драконов, хороводы сухопутных лодок, номера на ходулях. Новогодние праздненства заканчиваются после праздника фонарей на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Но это еще не скоро, ведь праздник только начинается. Дорогие русские друзья, поздравляю вас с китайским Новым годом. Желаю вам удачи, здоровья и счастливья. Анна Бережная, Игорь Болтов, новости на восьмом.